Привет друзья! Сегодня покажу как я делал небольшой брудер для перепелов. Делал я его довольно давно, в нем уже несколько поколений птичек у меня выросло, но надеюсь он не потерял свою актуальность и возможно кому-то окажется полезным мой опыт. Итак, была задача смастерить небольшой брудер, так как большой для бройлеров у меня уже был, но он реально очень большой и высокий, как бабушкин сундук, в котором можно прятать трупы врагов. Плюс он был у меня занят цыплятами, поэтому надо было сделать что-то покомпактней. У меня не было, к сожалению, на тот момент под рукой цельнолистовой фанеры, были только обрезки, в основном это квадраты 38 на 38 и несколько обрезков сантиметров по 80 примерно, но меня это не остановило и даже из этого фактически мусора я слепил вот такой вот брудер. Пойдем по порядку. Для скрепления фанеры я использовал бруски 20 на 30 миллиметров, поскольку не было цельных кусков фанеры, кусочки из которых я делал там стенки, заднюю в частности, я дополнительно скреплял оцинкованными полосочками, но это больше для удобства монтажа, чтобы не расходились до фиксации саморезами в бруски. Размеры данного брудера у меня были следующие. Длина 70, ширина 40, высота общая с отсеком под поддон порядка 65 сантиметров. Сначала делаем короб. Бруски 20 на 30 в углах нашей конструкции послужат надежным каркасом. Собственно, в них мы будем загонять саморезы, крепя стенки. Внизу конструкции я оставил порядка 20 сантиметров, куда данные бруски не доходят. Это будет отсек под съемную рамку сетчатого пола и отсек для поддона. Сразу закрепляем внизу продольные бруски, которые станут салазками-держателями для поддона. В принципе, вы можете этого не делать, а поступить проще, чтобы поддон у вас елозил прям по полу. Но мне было удобно сделать так. Я могу за боковые ручки поднять и перенести данный брудер целиком вместе с поддоном, который надежно у меня закреплен на этих салазках в корпусе брудера. Вот общий каркас с нашего будущего брудера почти готов. Теперь можно сделать рамку сетчатого пола, который будет у нас съемным, чтобы его можно было при необходимости вынуть, помыть мини-мойкой, обжечь на улице и так далее. Сначала высчитываем толщину будущей рамки пола. У меня основу составит брусок 20 на 30 миллиметров и отпиленные полоски той же самой фанеры. 12 миллиметров, по-моему, толщина у меня была. Между ними зажимается и как следует натягивается сетка с ячейкой 10 миллиметров. По сути, на такой брудер вам надо будет приобрести один квадратный метр такой сетки и даже с учетом кусочков, которыми я затянул окошки брудера, у вас все равно останется еще кусок. Я использовал мебельные накладные уголки для надежности, но можно было обойтись и накладными фанерными полосами, крепя их в разбег с брусками. Итак, сняв внутренние размеры корпуса брудера, делаем рамку, оставляя обязательно где-то по 3-4 миллиметра с каждой стороны, чтобы спокойно задвигалась рамка внутрь. Внутри каркаса по стенам закрепляем полоски из той же фанеры шириной 2 сантиметра. Можно совсем из обрезков собрать нужную вам длину. Главное закрепите ровно и надежно прикрепите саморезами к корпусу. Ну вот, корпус и дно брудера готовы, приступаем к изготовлению дверок. Я решил сделать две дверки, одну поменьше, потому что если сделать одну широкую воротину, то при ее открытии, во-первых, охлаждается сразу все пространство, а главное это то, что перепела птички очень активные, прыгучие и летающие. При открытии большой дверцы часть этих подрастающих перепелок начнет выпрыгивать, выпархивать и разбегаться по всему помещению. Это, конечно, забавно и ловлю птичек развивает моторику и реакцию, но это не всегда запланировано птицеводом и не всегда уместно. По ширине проема прикидываем размер наших дверок. У меня с этим было просто, у меня просто фанерка был кусок 38 на 38 сантиметров, а остаток как раз и закрыл кусочек фанеры, ставшей маленькой дверцей. Устанавливаем по петле на дверцу. Покупал петли в Леруа, достаточно крепкие, но дешевые, по 60 рублей они тогда стоили. В фанерках дверей прорезаем окошки. Это для визуального контроля брудера и для вентиляции. При необходимости их можно прикрыть, просто положив на крышку брудера тряпку, чтобы свешивалось до середины дверцы. И так дополнительно регулировать температуру. Но обычно проблема совсем обратная, слишком тепло внутри и надо обязательно ставить регулятор мощности для лампы. Окошки затягиваем сеткой, которая осталась после изготовления пола. Ставим шпингалет или крючок. Скобу фиксации большой двери я поставил, чтобы случайно не открывалась. Можно просто гвоздь загнуть. В верхней части дверок я установил магнитные фиксаторы мебельные, но это только потому, что у меня вот они валялись без дела. Специально, я думаю, не стоит их покупать. Затем крепим верхнюю крышку, но перед этим в ней нужно установить патрон для лампы, желательно керамический, все-таки температура будет высокой. И кусочек оцинковки под патрон я обычно подкладываю. Фанера все-таки вокруг, поэтому не для безопасности. Провод от патрона выводим через верхнюю крышку и закрепляем парой скобок, держателей для кабеля. Ну, что есть, просто чтобы не болтался зря. Настоятельно советую установить на провод регулятор напряжение. Диммер, так называемый. Иначе будет очень сложно добиться оптимальной температуры и не зажарить наших птенцов. У меня лампа 250 ватт инфракрасная и на такой объем без понижения мощности это будет просто крематорий. Регуляторы мощности можно заказать на алиэкспресс или купить, скажем, в Леруа. На стоимость у меня, в принципе, и то и то использовалась в разное время. На стоимость одного купленного у нас, это в районе 600 рублей, вы сможете купить даже с учетом платной доставки около трех в Китае. Причем у нас это будет киловаттник, а там номинальная мощность 2 киловатта. Да, они, возможно, не такие симпатичные, но здесь главная функциональность, на мой взгляд. Изготавливаем поддон под наш размер. Ну, у меня есть видео на канале про поддоны, не буду на этом останавливаться дополнительно. Здесь все то же самое, только размеры немного другие. Далее установили внутрь термометр, отрегулировали температуру диммером, поставили кормушку, поилку и все, можно запускать малышню. Первые несколько дней я стелю на сетку бумажные полотенца, которые регулярно меняю. Это и тепло дополнительное, снизу не сквозит. И пока они совсем маленькие, им удобнее бегать, чем по голой сетке. Кто видел суточных перепелят и только что вылупившихся птенцов, знают, какие они маленькие, малюсенькие, прям как тараканы. Ну, реально, они с фалангу мизинца. Но скорость их роста просто потрясающая. Поэтому они у вас быстро в этом брудере повзрослеют и будут готовы к пересадке в свою уже обычную большую клетку. Вот, собственно, и все о брудере у меня. Спасибо за внимание и до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok